Всем привет! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, как посчитать сумму чисел в Excel, сумму столбца, сумму по условию и так далее. Спонсором данного видео является университет Алексея Полянского. Это индивидуальное обучение Excel и Google таблицы под ваши задачи. Для записи на бесплатный урок можно воспользоваться во вкладке главное, записаться на пробный урок, или же просто в Яндексе вписать университет Алексея Полянского. Окей, теперь перейдем непосредственно к учислению. Первая задача, которую мы сегодня разберем, нам необходимо найти общий балл по данной графе. Как это можно сделать? Мы можем выбрать сумму, автоматически видите у нас он выделил диапазон и соответственно можем взять и растянуть его вниз. В данном случае также и получится у нас сумма по следующим критериям. То есть мы можем выделить данные, выбрать сумму, да и он нас автоматически запомнил вниз. Теперь, что мы можем следующим действием сделать это посчитать общий балл другим способом. Допустим, если нам нужна не общая сумма, а какая-то частичная и у всех. Все за исключение, допустим, физики. Да, для всех. Между знаками ставим плюс. Первая, вторая, соответственно, третья и четвертая. Окей, если же мы хотели то же самое посчитать через функцию сумма, можно было бы сделать следующим образом. Мы пишем функцию сумм, далее выбираем диапазон, допустим, до физики, ставим точку с запятой, пропускаем физику и выделяем второй диапазон, протягивая его вниз. Далее мы выбираем общий балл восьмой класс. В данном случае это тоже сумма, правда теперь сумма будет по условию, то есть нам интересен общий балл только по восьмому классу. Да, и в данном случае сумма будет не всего столбца, а всех учеников по восьмому классу. Как в таком случае быть? Мы можем написать функцию сумм если. Функция сумм если подразумевает условия для суммирования. То есть первое, что мы указываем, это диапазон с условием, да, в данном случае это класс. Далее критерий. Критерий у нас восьмой класс, его можно отсюда взять просто и закрепить, их четыре нажать. И соответственно диапазон для суммирования по общему баллу берем. Нажимаем enter. Окей. Таким образом, общая сумма баллов 156 и 4. Данную информацию можно легко проверить, используя фильтр. До этого заходим данные, фильтр и соответственно выбираем по фильтру только восьмой. Выбрать все, выбрать восьмой. Применить. И здесь выделяем общий балл. Сумму можно посмотреть снизу в строке состояния. В данном случае 156 и 4, что полностью соответствует нашему расчету. Теперь давайте попробуем записать несколько условий для суммы. Это будет сумма, если множественная. Обратите внимание, что когда вы используете функцию сумм, если множественная, в начале у нас идет диапазон суммирования. В данном случае это общий балл. Выделяем диапазон. Далее указываем диапазон условия 2. В данном случае нам нужен седьмой класс. Да, давайте семерку напишем так. Обратите внимание, что когда условие числовое мы пишем семерку просто. А если бы это был бы текст, мы пишем в двойных кавычках. Это не нужно забывать. И соответственно город СПБ. Да, также выделяем точку запятой. Здесь я без закрепления, потому что нет протяжки. Вот допустим сейчас мы будем использовать текстовое. Я пишу в двойных кавычках. Нажимаем вот и получаем результат. Всегда нужно за собой перепроверять. Потому что каким бы вы крутым специалистом не были, всегда есть возможность делать ошибку. И это в принципе нормально, потому что мы люди, а не компьютеры. Да, 112 и 9. В данном случае ошибки нету. Вот что не может не радовать. И соответственно еще раз показываю трюк, как можно сделать до автосумму. Создвигаем вниз. Так. Вот. Окей. И получаем результат. Кстати, вот еще можно в версиях для ПК сделать вот таким вот образом. Сейчас мы тоже проверим этот трюк. Да. Только можно или по высоте сделать сумму. Да. Или же по ширине. Отлично. На этом все. С вами был Алексей Полянский. Подписываемся на канал. Ставим пальцы вверх. Пишем добрые комментарии. Всем отличных выходных. Пока-пока.